И перейдем к следующему глобку. И сейчас вы побудете вместе со мной редакторами. Сейчас вам показан пример статьи, которую потенциально мог написать журналист. Завершающее занятие курсов по медиаграмотности, организованных Латвийской общественной организацией Ньюист «Новый Восток» для жителей Даугупелса началось с поиска элементов манипуляций и языка вражды, специально созданной для этого публикации. В ней утверждается, что женщины в бизнесе менее успешны, чем мужчины. Слушатели, которые посещали курсы в течение 10 недель, считают, что это навязывание стереотипов. Мне кое-что поменялось, я более остро чувствую. Хотя бы это мне казалось, что я могу разобраться, где правда, где неправда. Но сейчас я это чувствую острее и быстрее. Информация, которую мы получаем из интернета, кажется нам правдивая вся, но на самом деле там очень много фейков. Для этого нас и научили, чтобы мы владели этой ситуацией и могли разбираться. Как рассказывают участники курсов медиаграмотности, они теперь проверяют источники информации, ищут подтверждения услышанному и увиденному. Им уже понятно, что, например, видео, где известный артист предлагает инвестировать в криптовалюту, это фейк. А публикации российских официальных СМИ о войне в Украине требуют проверки фактов. Они узнали про аналитику медиа, про этическую журналистику, про свободу слова, про то, как создается контент, про то, как можно верифицировать картинки и видео, про то, как работает искусственный интеллект, про то, как создавать текста через чат GPT и так далее, многое другое. По словам Юрияна, идея организовать такие курсы для русскоязычных догупелчан появилась из-за продолжающегося влияния в городе российской пропаганды. Например, как он говорит, многие здесь до сих пор ловят с помощью спутниковых антенн телеканалы из России. Сегодня у нас увлекательная игра будет. Мы создавали на протяжении многих недель квест, который будет объединять все многие навыки. Они будут производить расследование, и в конце, если они правильно применят свои навыки, им удастся спасти в данном случае город от распространения болезни. Вся группа делится на три команды и начинается расследование. Завязка такова, что фейковый эксперт распространил в интернете лживую информацию о якобы пользе для здоровья просроченного кефира, из-за чего пострадали в основном пожилые люди. Участники квеста вспоминают все, чему они научились. У нас здесь 16 утверждений и 15 бумажек. То есть, если вы верно разложите, у вас останется одна ячейка свободная, эта ячейка, и будут являться ссылки, по которым нужно бы дальше перейти. По окончании курса его участники получили дипломы и новые знания. Мы между собой используем стереотипы и старые темы. Мы этого всего нового не знаем, не касались и боимся. А сейчас? Сейчас вот круто. Мы даже в эти игры играли неожиданно. Да, наша группа победила. Юрий Добкевич говорит, что готовит с коллегами еще один обучающий проект для этой группы, так как все ее участники хотят продолжения. Акцент будет сделан на создание контента в соцсетях. Жду. И у меня есть, кстати, уже коллеги. Они говорят, банточка, если что-то будет, расскажи, мы хотим тоже. Организаторы курсу признаются, что не ожидали такого отклика и интереса к получению навыков в медиаграмотности со стороны людей в возрасте 50+. Будут набраны новые группы, и обучение продолжится. Евгений Павлов в настоящее время...